По дороге можно ездить деткам? Нет. Только с взрослым деткам. Которые умеют? Все правила знают. Правила знают, правильно. Алисе всего три года, но она уже знает, как должен вести себя велосипедист. Правила дорожного движения учит дома с родителями, которые предпочитают активный и безопасный отдых. Мы сами с мужем велосипедисты, любители, правда, велосипедисты, но правильные велосипедисты, любители, которые знают правила, знают, насколько это полезно, насколько это помогает развитию координации, моторики, умственному развитию детей. И поэтому год назад, когда ребенку было два с копейками, я решила попробовать ей предложить беговел. Она сначала не поняла прикола, но ей понравилось. Кататься на двухколесном велосипеде Алиса научилась пару месяцев назад благодаря тренеру. Сначала занималась индивидуально, а теперь соревнуется со старшими мальчишками, кто лучше пройдет полосу. Почему пошли к тренеру? Ну вы же велосипедисты, почему сами не научили на двухколесном кататься? У меня потому что друзья, кто учат своих детей кататься сам. Честно, дети в 5-6 лет еще не умеют кататься. Они до сих пор с двухколесиками ездят, потому что родителям сложно. Тренер объяснит все более профессионально, более доходчиво, более правильно. Любовь Янковская, мастер спорта России, уже несколько лет преподает науку побеждать в муниципальной школе по велоспорту. Там готовит будущих олимпийцев. Учить езде на велосипеде малышей и прививать им культуру активного отдыха начала в прошлом году. В течение всей моей тренерской деятельности поступали вопросы от родителей, у кого детки не проходят по возрасту в нашу спортивную школу, о занятиях. Долго я думала, что можно с этим сделать и пришла к такому, что можно зарегистрироваться как самозанятая и проводить досуговые занятия для малышей. Уже с 3-3,5 лет можно начать обучать, но самое главное, чтобы ребенок этого хотел. Даже в 7-летнем возрасте, если ребенок не будет хотеть научиться на велосипеде, рано или поздно он поедет, но это будет очень сложно. Чем младше ребенок, тем меньше у него страхов, а значит и обучение новым навыкам пройдет проще и быстрее. Мы начинаем с простых упражнений на равновесие на велосипеде и постепенно переходим к тому, чтобы ребенок самостоятельно научился толкаться и ехать. На четырех колесах нам полезно кататься для того, чтобы выработать навык кручения педалей. Мы проводим обучение именно на двух колесах, потому что при езде на велосипеде развиваются такие важные навыки, как координация, чувство равновесия, нужное для гармоничного развития ребенка. Открыть свое дело Любовь смогла при помощи центра «Мой бизнес». «Мой бизнес» уже оформила себе рекламу на цифровых экранах и планирует пройти образовательные курсы. Бизнес – это не только про деньги, вернее, даже совсем не про деньги изначально. Наши предприниматели должны получить знания, должны понимать, как правильно инвестировать в свои денежные средства. И мы даем им эти знания, которые потом позволяют правильно вести свою деятельность. Мер поддержки очень много, на самом деле. Топ запросов – это, конечно, бизнес-планы. Это бизнес-планирование, это финансовая грамотность предпринимателей. Сейчас в Хабаровском крае почти 76 тысяч самозанятых. Для них и тех, кто только думает о своем деле, 17 июня в центре «Мой бизнес» пройдет бесплатная конференция. Эксперты расскажут о первых признаках выгорания, техниках речи и популярных направлениях в бьюти-сфере. Александра Пескун, Степан Крокус, Смотри, Хабаровск.